Вот сейчас ровно 14 часов 30 минут, то есть мы начинаем абсолютно точно. Физика, наука точная и мы начинаем точно. Ну, позвольте, во-первых, поздравить вас с началом работы нашего съезда, выразить надежду, что он пройдет успешно и будет очень полезен вообще всему нашему педагогическому сообществу, и, прежде всего, тем преподавателям и учителям, которые ведут замечательные предметы визитов. Позвольте представиться, я именно тот, кто указан в программе в качестве ведущего первое заседание нашей секции, Букузов Валентин Федорович. Я работаю здесь, на физическом факультете. Наша секция номер 5. Это у нас первое заседание, а всего у нас много докладов, поэтому целых 5 секционных заседаний будет. Вот сегодня 2. Сейчас с 14.30 до 16.00 и потом в этой же аудитории с 17.15 до 17.45. Дальше будут заседания завтра и последнее заседание послезавтра. Значит, вот если посмотреть программку, она у вас у всех есть, какие вопросы отведены на рассмотрение в нашей секции? Значит, секция называется «Физика и общее развитие учащихся». Значит, это вопросы следующие. Развитие мышления на уроках физики, преемственность изучения физики на различных уровнях образования, физика и предметы, естественно, научного цикла, физика и медицины, биологии, науках о земле, физика и предметы гуманитарного цикла, преподавание физики для идей с ограниченными возможностями. Как видите, круг вопросов очень широкий. Ну и вот, группируя доклады для того или иного заседания, мы старались сделать так, хотя это не всегда возможно, старались сделать так, чтобы тематика докладов в рамках одного и того же заседания была близкой. И вот фактически сегодняшнее заседание посвящено развитию мышления. Вот как здесь написано. Развитие мышления на уроках физики. Я думаю, что речь идет о развитии мышления не только на уроках физики, а вообще развитии мышления, связанном с физикой. Мы все прекрасно понимаем, что вот есть, конечно, чисто предметные цели обучения, но достижение этих предметных результатов может быть не главное по отношению к школьникам. А есть, на мой взгляд, и более, я думаю, что все это понимают, более важные, более широкие задачи. В частности, одна из таких задач – это развитие воспитания думающего человека, мыслящего человека, обладающего здравомыслящего, может быть, даже лучше сказать так. Вот в этом отношении, конечно, физика может сыграть очень важную роль. Вот этим вопросом будет посвящено сегодняшнее заседание. К сожалению, у нас некоторые изменения в программе. Вот такой пленарно-секционный доклад, первый, в соответствии с программкой, в которую вы можете заглянуть, должен был делать Юрий Анатольевич Самоненко. Он доктор психологических наук, работает на нашем факультете психологии. Но он заболел, к сожалению. Значит, а завтра должен был делать пленарный доклад на общем нашем собрании Сериков Владислав Владиславович. И вот он сделает этот доклад именно на нашей секции, ввиду определенных обстоятельств завтра он не сможет. Так что сейчас мы ему подоставим слово. Ну вот я сейчас скажу про него, про все его титулы. Сериков Владислав Владиславович, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедры управления педагогическими системами Волгоградского государственного педагогического университета. Давайте договоримся о регламенте. Вот я думаю так, у нас помимо вот этого пленарного доклада есть еще 4 секционных. И у нас полтора часа. Правда уже 5 минут я проговорил. Дадим полчаса. Нет, ну я думаю, сокращусь, конечно. Будет еще лучше. И минут по 15 на каждое секционное. Нет возражения. Очень хорошо. Пожалуйста. Здесь мы не знали какая-то система усиления. Или я, как-то, наверное, работал.